Всем привет-привет! Всем доброго утра! Смотрите, какая у нас сегодня пасмурная погодка. Мы с Дакеном выехали опять в центр. Надо забрать посылку Faberlic. Пришла мне большая посылка. Попозже буду делать распаковочку. Ну и в магазин, конечно, кое-что. Надо докупить, что вчера не успели. Вот здесь на автостанции я забираю свой Faberlic. Сейчас пойдем на втором этаже заберем. А дома уже потом сделаю распаковку. Это я уже дома. Не стали мы ездить по магазинам. Быстро заскочила. Купила вот такую колбаску и хлеб с изюмом. По дороге встретили. К нам идут гости. Пришли двоюродные сестры с детьми в гости к нам. Вот Аленка пришла к нам в гости. Так что будем сейчас пить чай. Поэтому мы торопились. Быстро забрали Faberlic. Заскочили в Николаевский. Я хотела взять там вот эту намазку. А ее уже нету. Разобрали. А это вот Оксана принесли в чай. Медовый рулет какой-то и конфетки. Так что сейчас быстро будем соображать. Пить чаек. Все. Провожаем своих гостей. Пока-пока. Пока-пока. Алена, пока-пока. Пока-пока. Ангелина, сейчас мама тебя в колясочку посадит. Подожди. А то сейчас грязь здесь. Ох, у нас сегодня на улице прям дубак. Танцует, танцует звезда. Ангелина, упадешь. Аккуратно упадешь. Ангелина, грязно, грязно. Иди в колясочку. Иди, мама в колясочку посадит. Ангелина. Алена, нет коляски? Алена пешком пойдет? Так ей уже 4 года туда ехать. Большая Алена, да? Холодно? Замерзла? Ой, я замерзла. Что-то холодно. Очень. Прям ветер ледяной. Проходи. Проходи. Проходи, Ангелина. Алена, проходи. Алена. До свидания, наш плюшевый мишка. Все, давайте. Пока-пока. Ребята, я уже приготовила мясо по-черкесски. Опять у меня не получилось снять весь процесс. Извиняюсь. Ну, кому интересно, я расскажу, спрашивайте. Да там, уже же я в прошлый раз рассказывала, ничего такого сверхъестественного нет. А то сварить надо сочнее отдельно, потом, значит, потушить говядину с грибами, луком, сверху слой чесноком, майонез с чесноком и сверху огурчики. Все. Получается вот такое вот вкусное-вкусное блюдо. Я готовлю его вот уже у нас теперь третий раз. Нашим всем очень понравилось. Всем приятного аппетита. Буду кормить своих домочадцев. Мама идет первая, будет пробы снимать. Всем привет. Пить сегодня будем компот, не чай. Это там спрашивали, вы что только чай пьете? Нет, иногда пьем компот и в банках открываем. Но вчера мама сварила вот из сухофруктов. Да, вчера купили как раз сухофрукты и сварили. Фу, жарко опять натопили печку, жарище не сусветное. Мне грибы нравятся. Мне не понравились светофоровские грибы. Там одна вода. А тут раз покупали, неплохие были. Одна вода. С пакета там, если грамм 150 у меня вышло, это хорошо. Приятного у меня аппетита. Сейчас Дакен тоже придет, пошел руки мыть. В общем, будем ужины. Такой у нас сегодня ужин будет. Всем доброе утро. Мое доброе утро проходит вот так. Дакен с работы, с ночной сменой должен прийти. Я решила долепить пельмешки. Что-то не знаю, что ему сообразить. Надо, чтобы было что-то повкуснее. Думаю, долеплю. Как раз у нас оставался фарш и тесто. Долеплю сейчас быстро ему пельмешки. Сижу у себя, леплю потихоньку. Сколько у меня еще мяса, тесто. Оставила уже водичку. Сижу, работаю. Погода вроде налаживается. И слава богу. Ветер хоть и прохладный, но зато солнечно. Ко мне только что приезжала доставка. Хочу вам показать. Смотрите, какие красивые лапы приехали. Чистые, беленькие. Красота. Красота. И еще заказала упаковку утиного филе. Так что сейчас разморозится. Уберу все по пакетикам. Разберу все. И буду спокойна. Когда закорма полны, как-то и на душе спокойненько. Ребята, всем привет. У нас, естественно, уже следующий день. Я немножко тут выпала с графика. То сначала времени не было. Потом что-то настроения не было. В общем, потерялась на два дня. У нас, естественно, уже прошел не один день. Несколько дней. Сегодня я покрасила волосы. Только высушилась. Вот сижу, любуюсь. Представляете, что я сотворила. Заказала корм. Жду, 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 жду. Думаю, ну что такое. Думаю, ну пару дней без корма перебьются мои животные без сухого. Нету, нету, нету. 13-го числа я и так вот на телефон заглядываю. Думаю, ну почему мой заказ даже еще не передан в эту, ну, курьеру. 13-го вечером я додумываюсь, смотрю вот так внимательно. Что вы думаете? Я заказала не на 13-е доставку, а на 23-е. А у меня уже дня три, как нету сухого корма вообще ни одной крупиночки. Уже у Маруськи чуть-чуть занимали мы. Ну и что, да Кен поспал сегодня с ночи, говорю, давай съездим в Ёжик, что ли, давно там не были. Куплю такой, какую-нибудь маленькую пачку в Ёжике. Ну без корма они вообще никуда. Ни Анфиса, ни, это как ее, Симка. Только его искивают. Да и собаки мои, вот эти домашние, тоже приучены к корму. В общем, все страдают. Так что сейчас он выгоняет машину, поедем съездим по Ёжику, прогуляемся. И купим, наверное, им ком. Что-то в островок не хочу, там все профессиональные, корма дорогие. И как бы, ну нету возможности брать на всю толпу такие дорогие корма. Поэтому поедем, возьмем то ли педигри, то ли что-нибудь такое. Может быть даже вискос для кошек возьмем. В общем, надо посмотреть. Я сто лет уже не покупала такие корма. А мы Маруськи берем все время в специализированном отделении. А так и все время заказываем мешками. Доставку надо делать через Каспий. Так что пойдемте, погуляем. У нас наконец-то устаканилась погода. Прям, знаете, я сейчас вышла, прям тепло-тепло. Значит, завтра можно будет выходить во двор, малину доделать. Ну и там вообще много делов во дворе. Эти дни было очень холодно. Прям ветер ледяной такой был. Да и дождь. А сейчас прям так хорошо подсохло все. И прям тепло-тепло. Правда, небо вон какое. Ну, надеюсь, что завтра будет хорошая погода. Ну, как давно не была я в этой стороне. В 23-м. Тоже, наверное, последний раз осенью была. Когда на машине ездили. А так за зиму ни разу. Здесь вообще уже прям все сука. Красота, да? Уже прям как летом. Сейчас деревья еще распустятся. Нам песок надо купить. Вот здесь продают. Сейчас проезжаем. Говорю, какой-то магазин шоколадка. Я вроде раньше его не видела. Да, Кенгерт конфетный, наверное, какой-то открыли. Некрасиво. Деревья все голые, серые. Скорее бы уже все распустилось. Эх, тут еще музыка какая-то играет. Приехали мы. Ну, выключаюсь, потому что музыка. Ребят, вот все, что мы закупили. Дома сделала распаковочку. Там в магазине снимать не стала. Еще вот в аптеке взяла. Докену от ожоги себе обезболиваю. Так, дорогие мои, я уже дома. Сейчас хочу быстро сделать вам распаковочку. Сама в шоке, сходила за хлебушком. 20 тысяч, 20 тысяч. Что купили? Не знаю, что купили. Чесночок с укропом. Ну, это вот такое вот, типа чипсиков, что-то. Не знаю. Самое главное, зачем мы ездили, это вот. Вот такой взяла. Ну, я всегда беру, вот знаете какой, для маленьких пород. Я думала, для маленьких щенят. Я вообще-то для щенков всегда беру. Но для маленьких пород тоже хорошо, потому что там будут мелкие вот эти вот. Сейчас мои бедолажки уже изголодались. Три дня без корма. Три дня. Кошкам взяла вот такой. Так. А это взяла маминой нарусики. Как всегда. Почему они стали делать такие некрасивые пачки? Раньше там тут такой красивый котенок. Вискос сидел окрас. Что они убрали, не знаю. Конфетки взяла. Единцы. Это, по-моему, Барбарис. А это Юшес. А это, не знаю, какие-то. Сейчас попробую. Что за конфетки. О, шоколадные. У меня, знаете, весенние при бамбахе поперли. Умираю по конфетам. Раньше по пироженкам страдала. Помните, да? Сейчас мимо пирожных прохожу. Но хочу именно, знаете, трюфельный какой-нибудь. Вот такой вкус. Эти, кстати, тоже вкусные. Прям хочу шоколада. Что это со мной? Не знаю. Весна, весна. Взяла три десятка яиц. Яйца у нас тоже улетают. Тормозки же. И так утром жарим иногда. Взяла отбеливатель. Это я лотки мою. Лимонад Декен себе взял. И вот в ёжике аптека есть. А то вечно не попадаю в аптеку. Когда у меня болит голова, я всегда пью ибупрофен. Вот этот 400 миллиграмм. А ему вот взяла и сжога нет пластинку. Так. Батон. Вот такой вот хлеб. Ржаной, простой. Сухарики. Мама с Декеном любит чай с ними. Меня на конфеты прибивает, а их на сухари. Потом меня часто спрашивают чай, какой я пью чай, что он очень красивый. Девочки. Чай, вот, чемпион. Или до этого у нас был какой-то другой. Но я просто все время его разбавляю с вон тем чаем пакистанским. Вот там и говорят, краска, не краска. Ну, не знаю. Мне нравится. И как бы вкус более-менее получается. Ну, и цвет, сами видели, шикарный. Ну, нету сейчас хорошего, прям такого настоящего чая. Что поделаешь? Нету. Кефир взяла три. Три упаковочки. Ну, может, пить что-то будем. Может, так попьем на ночь вместо ужина. Не знаю. Не знаю. Взяла вот такие вот макароны. Что-то захотела прям вот таких макарон. Они еще, по-моему, как раз были по акции. Короче, взяла две тачки. Докену взяла вкусняшку. Нет, не попадаются мне нигде рожки 5-килограммовые. Мы же раньше их брали где? На обтопках всегда. Сейчас не выезжаем никуда. Ну, вот взяла такой. Взяла килограмм рису. И взяла капусту. Хочу сделать... Хочу сделать голубцы опять. Мы что-то с таким удовольствием тот раз съели. А у меня вчера была же доставка. Я вам не все там показала. Кроме куриных лапок я еще заказывала утиное филе. Хочу перекрутить его на фарш и сделать голубцы. Вот поэтому и рис взяла. Капусту взяла. И что вы думаете, взяла килограмм гречки? На кассе уже смотрю. Цена 152 тенге. Это которую я собакам беру. Вот такая вот шелуханье гречка. Короче, шаролупия у меня. И еще взяла вот такое соевое мясо. Знаете, раньше в 90-е это был мой любимый салат. Я замачиваю его с вечера. Потом в соевом соусе протушиваю. Туда лук, морковку, чесночок. И такой остренький, хорошенький салат получается. Ну вот что-то увидела. Ностальгия на меня навалилась. Купила, думаю, сделала. Выходку съедим. Сейчас вообще же охота какой-то такой зеленушечки. И взяла огурчики вот на 590 тенге. Такие маленькие. Потрогала, такие хорошенькие. У меня есть пол вилка свежей капусты. Я в прошлый раз покупала. Дорежу салатик. Дорежу салатик и овощной поедим. Вот и все. 20 тысяч как с куста. Вот как? Я говорю, господи, хоть вообще из дома не выходи. Ну а как не выходи, то одно надо, то другое. Вот так вот и выходишь. Ну спасибо Дакену, что он сразу беспрекословно. Я только заикнулась. Думаю, сейчас скажет, что ой, не хочу. Только проснуться. Нет. Сразу беспрекословно меня свозил. Спасибо ему за это. Огромное. Сейчас мои хвостики тоже скажут ему спасибо. Мамина Маруся тоже скажет, потому что она тоже уже сидит без желешек. Несколько дней. Короче, праздник у всех сегодня. Ну вот, на сегодня все. Ничего такого уже сегодня делать мы не будем. Сейчас уже, кстати, моросит дождик. Вы представляете, я думала, завтра будет такая шикарная погода для работы на улице. Что-то в этом году меня прям жмет. Хочу прям вот с весны хорошо порядки в огороде навести. Погода не дает, пока есть желание. Потом погода будет. Желание пропадет. Ну, в общем, посмотрим, какая погода будет завтра. Хоть бы стояла нормальная, охота мне добить эту малину. Ой, блин, мне же еще пришли грабли на Валберса. Я забыла. Ну ладно, завтра по-любому придется мне еще раз выйти из дома. Кое-какие дела у меня еще есть. Значит, завтра надо не забыть забрать грабли с Валберса. Я вот такие веерные заказала. Без черенка, без ничего. Так он сам черенок проделает. Буду грести, грести во дворе все. Вот такие вот пироги с котятами. Котятки мои подрастают. Вчера в шорце вы видели, да? Этот мелкий такой прикольный. А эти котяты, знаете, что я думаю? Мне кажется, они от британского кота. У нас у Джейни, правда, он рыжий кот, британец. Но они по своей структуре очень похожи. Я вот завтра или когда покажу, у них, во-первых, шерсть не такая, как у того котенка. И овал головы, у них прям, знаете, костяк вот этот, прям кругленький, как у британцев. Раньше же у меня были британские котята. Я примерно, ну, примерно помню, что вот у этого мордочка вот такая, а у тех прям кругленький. Но я вам покажу завтра, прям акцент сделала. И мне кажется, что они, наверное, от британского кота рожденные. Вот. Значит, будут красавчики. Они и так-то красавчики. Даже если были не от британского, ну, я думаю, они будут большие. Вот такие вот с пушевой шерсткой, с круглой головой. Еще бы были у них апельсиновые глаза. Но у метисов, к сожалению, очень редко бывают апельсиновые глаза. Только у чистокровных. Все, ребят, на сегодня все. Всем большое спасибо, кто досматривает мои ролики до конца. Еще раз объясню, посмотрев ролик, нужно нажать палец вверх. Не в начале, а именно в конце. Тогда Ютуб будет засчитывать вот эти вот лайки. За подписки. Много новеньких опять подписаться. Большое-большое вам за это спасибо. Ну, а на сегодня все. Завтра будет день и будет пища. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Жду ваши лайки и комментарии, как всегда.